Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Малик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка по книге «Аль-Кирату» и «Аль-Китаба». Не забывайте подписываться, делиться благими знаниями со своими родными, близкими, друзьями. И тема сегодняшнего урока у нас «Аль-Маудуру лиха миссуэль ашруль», то есть 25-я тема. Мы, как вы видите, уже подходим к завершению учебника, еще несколько уроков и будет подведение итогов. Тема урока «Харфу айн», и здесь будут слова разбираться, в составе которых есть эта буква. «Аль-Килиматул джадидату» «Баа» «Баа» – это новые слова, да? «Баа» – продавать, да, или продать. «Баа» – продал. Смотрим на букву «Айн», да, во-первых, на написание буквы «Айн». Внимательно, что это горловая буква, ее мы произносим с середины горла, некоторые из-за сложности произношения иногда произносят с верхней части горла, и тогда звук неверный. «Гаа», «Гаа» – такой выход, нет. «Аа», «Аа», «Ру», «И», «Аа», «Ру», «И», «Аа», «Ру», «И». Да, буква, не старайтесь ее делать твердо, эта буква в основе мягкая. Написание ее, как вы видите, в виде, как до этого у нас было уже буквой «Айн», да, также пишется только без точки. То есть получается, как такая полукруг, да, перевернутый, как, похоже на клювик. И хвост сюда на строчку в начале, когда в середине в виде треугольничка такого закрашенного у нас получается и тоже с двух сторон соединяется. В окончании этот треугольничек мы тоже делаем и хвостик опускаем вниз. Или, если перед ней буква не соединяется, как алиф, например, то полностью пишем букву и хвостик опускаем вниз. Похоже на немножко в этой позиции, как прописная русская «Е» буква, да, вот такая. Но только с учетом, что хвост у нас везде внизу строчки, да, это будет вниз строчки. Переходим к словам иншала. Первое слово – это «унвэнун». «Унвэн» может приходить в двух разных смыслах. И первый смысл – это адрес. И здесь, скорее всего, это имеется в виду. «Унвэн», то есть адрес. Или может быть название. Например, «унвэн уль-китаб» – название книги. То есть как называется, например. Что там, название. «Унвэн» – здесь берем в значении адрес. Предложение. «Маунвэн уль-китаб» – то есть какой твой адрес. «Маунвэн уль-китаб» – какой твой адрес. Мы видим слитное местоимение здесь «к», которое говорит на то, что мы обращаемся к мужскому роду единственного числа. Второе лицо, да. «Маунвэн уль-китаб» – какой твой адрес. Следующее слово. «Маунвэн». «Маунвэн» – видим уже «харх-ль-аим» в середине. «Маунвэн» – переводится как «стадион» или какая-то игровая площадка, может быть. Ну, стадион как бы тоже место для игр. «Маунвэн» – стадион. «Маунвэн уль-китаб» – стадион. Мы говорим о стадионе, начали предложение с этого слова. И начало у нас с артикля. «Маунвэн» – и сказали о нем новую информацию о том, что этот стадион, он большой. «Маунвэн уль-китаб» – стадион большой. Следующее. «Маунвэн» – широкий, просторный, может быть. Здесь уже «харх-ль-аим» в окончании слова и опускается хвостик вниз. «Маунвэн уль-китаб» – это у нас институт. То есть институт уль-китаб» – просторный. То есть просторный, там много места, широкий, просторный институт. «Маунвэн уль-китаб» – институт уль-китаб» – просторный. Как и в предыдущем предложении, мы видим, они очень схожи. «Маунвэн уль-китаб» – был в мужском роде, и «Маунвэн уль-китаб» – тоже в мужском роде. Поэтому извещение «хабар» здесь будет тоже в мужском роде в единственном числе. И два предложения идентичны вот в этом плане. Следующее слово. «Баа» – то есть «продал». Здесь «аин» пишется отдельно, потому что перед ней стоит олив, который не соединяется с последующей буквой. «Баал-бакалю руззан» – то есть «продал» – «бакалейщик», «руззан» – «рузз» – это «рис». То есть «бакалейщик продал рис». «Бакалейщик продал рис». Мы видим «рис», обратите внимание, что мы говорим на русском «э-эс», а в арабском «з». «Руззан» – то есть у нас еще и удвоение здесь есть. «При остановке» у нас «элиф», «руззэ» – можем прочитать ее. «При продолжении» у нас «танвин», и этот «танвин» – подсказка на то, что у нас это прямое дополнение. Что продал «бакалейщик»? Рис, «руззан». Далее у вас переходят уже задания к упражнениям. Первое упражнение вы увидите в суре «Аль-Кеферун» и другие еще аяты, в которых вы можете поискать и найти букву «Айн» и потренироваться. Как я уже говорила раньше, разбор аятов, правил таджевида – мы с вами этим занимаемся на уроках таджевида. Также и здесь в записях вы можете найти правила таджевида в интенсивном уровне таджевида или как учиться суре «Тальфиатиха» и другие иншала-курсы в дальнейшем. Поэтому вы самостоятельно пока делаете. Следующее задание вы видите разные варианты написания «Харпуляйн». Опять же прописывайте и тренируетесь писать эту букву. Следующее задание у вас «Ирккоро лактуб» – то есть «Прочитай и напиши». Как обычно, у нас есть слова с этой буквой, которую изучаем. Вы их читаете, прописываете на какие-то отдельные дополнительные слова. Я вам укажу, которые следует также знать их значения, помимо, конечно, тех слов, которые уже были до этого. Здесь я бы вам сказала «МААХИД» взять просто как множественное число от слова. «МААХАТ», который пришел, «Институт институты». «МААХАМ» было уже, по-моему, это столовая. Это столовая или, может быть, ресторан. «САРИЯ» – это «быстрый». «АЙЛЯД» – «Лечение». «ШАРИЯ» – это «улица». «ПААМ» – «Еда». Тоже, по-моему, было. То есть, вот дополнительно из тех слов, которые ранее не встречались, вы можете себе значение выписать. И часть «БА». «БА» – это «бА». ХИСАНУН СЕРИЯ АЛЛАЖУН МУФИД ЖААА ОТМАН ШАРИЦУН НАЗИФ САМИЯ ОМРАНУ БААА ОДНАН МАЛАБУН КАБИРУН ДАФАА АРАФ Здесь также можно перевести и некоторые слова себе выписать АИДУН САИД то есть счастливый праздник радостный праздник это может быть даже как поздравление просто САИД то есть счастливый, радостный ЛЯВИЗ это вкусный поэтому выражение ПААМУН ЛЯВИЗ вкусная еда ШАБИА АДИЛЬ ШАБИА переводится как НАСЫТИТСЯ то есть АДИЛЬ это мужское имя АДИЛЬ это мужское имя то есть АДИЛЬ насытился ШАБИА ХИСАНУН САРИЯ САРИЯ у нас уже было это быстрый ХИСАН это КОНЬ скажем, да, быстрый КОНЬ АИЛЯДЖИ уже я вам говорила это лечение МУФИД полезный то есть полезное лечение АИЛЯДЖИН МУФИД ДжААА РУСМАН РУСМАН это имя ДжААА то есть проголодался проголодался РУСМАН ШАРИЯ это была улица НАЗЫВ чистый чистая улица САМИА УМРАНУ САМИА услышал УМРАН услышал что-то там БАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Хорошо, на этом наш урок подошел к своему окончанию. Сегодня мы разобрали с вами харп-ляйн. Потренируйтесь в произношении эту букву. Все слова, которые здесь были, их достаточно много, и новых слов вы изучите, проработайте их в произношении. Баракаллаху фикум. Не забывайте делиться с родными, близкими, друзьями. Благими знаниями. С вами была Умна Алик. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. О, баракаллахи.